Приветствую вас! И хотелось бы начать с самого первого слова, которое вы использовали в своем вопросе. Это слово «депрессия». И я хотел бы пояснить вам значение этого слова. Депрессия является психическим заболеванием, диагностированным врачом. Соответственно, после диагноза вам и началось лечение, как медикаментозное, так и психологическое. И психологическое лечение направлено на устранение глубинных установок, негативных, глубинных негативных установок, которые, собственно, и привели к такому вашему состоянию. Из вашего письма мне не совсем понятно, есть ли у вас диагноз. И если диагноз есть, то назначалось ли вам психологическое лечение? И если оно назначалось, то какого эффекта вы добились? Вы пишите лишь то, что медикаментозное лечение, медикаментозное воздействие эффекта не дало. Правильно, потому что медикаментозный эффект, он временен. Он помогает создавать почву для эффективного психологического лечения. А только на одном медикаментозном лечении, при отсутствии работы с внутренними проблемами, ничего не добиться. И соответственно возникает вопрос, если у вас имеется диагноз, если у вас есть назначение на лечение психологическое, то почему вы отказались его пройти? Или если приходили, то к чему пришли и каких результатов добились? Перед тем, как начать работать с психотерапевтом, вам нужно обязательно озвучить этому специалисту те результаты, которых вы добились в предыдущей работе. Или причины, по которым вы эту работу вообще не осуществляли. Без этого можно вам очень сильно навредить. Это первый момент. Второй момент. Ну, понятно, у вас ушла жена, детей не дает видеть. Вы с ней судитесь, чтобы видеть наших детей. Значит, что происходит и какая глубинная установка на данный момент мне видна? У вас имеется очень сильное эмоциональное вовлечение в семью. То есть семья для вас стала тем, в чем вы растворились, тем, можно сказать, чему вы принесли в черту свою самобытность. И это и способствовало тому, что вы, значит, теперь пришла эта депрессия. Почему? Ну, потому-то, что происходит, когда уходит жена, когда вообще уходит супруг. Конечно, человек переживает этот момент, но понимает, что раз супруг ушел, значит, либо он не был счастлив с ним, либо отношения себя изжили, либо человек что-то делал не так. В последнем случае человек пытается исправиться, либо исправляет свои недочеты, либо приходит к пониманию, что он был прав, и люди просто не подходят друг другу. И в этом случае происходит, соответственно, либо примирение, либо дальнейшее отдаление. Если супруг был несчастлив в отношениях, то его уход воспринимается как естественное стремление у человека быть счастливым. То есть, если человек с кем-то не счастлив, он ходит, потому что не счастлив и хочет быть счастливым. Соответственно, если вы свою жену любите, любите, безусловно, любите искренне, то желаете ей счастье. А если вы сделаете счастье, и третий вариант, который я привел, вам не подходит, то это означает, что вы понимаете, что она без вас счастливит. Но вы за ней умирали, вы, наоборот, депрессия. И тогда напрашивается несложный вывод, что вы любили эту женщину, любили с ней для себя. Какие-то потребности вы удовлетворяете с ней, своей собственной, своей личной, не имеющей отношения ни к ней саму, ни к ребенку, ни к семье. И вот эти потребности нужно определить. Определить для себя, чтобы их удовлетворить, чтобы перестать быть зависимым от семьи, от любимого человека, может быть, бывшего любимого человека. И удовлетворив желание, вы сможете начать, по крайней мере, образовывать себе новые цели. Дальше, судя по тому, что вы уже полтора года без супруги, то логично предположить, что за эти полтора года, при прочих равных условиях, вы себе уже нашли бы какие-то новые цели, какие-то новые ориентиры. Ваши осознания бы адаптировались к сменившимся условиям, но этого не произошло. Значит, на пути адаптации возникли какие-то блоки. На пути вливания в новую струю жизни возникли некие препятствия. Ну, надо определить, какие это препятствия и их устранить. Ну, или хотя бы наметить стратегию по их устранению. Думаю, это также очень важный момент. Далее, вы пишете, что после суда вы падаете в ум. Почему на вас так действует суд? Ведь вы же знаете, что женщина уже не с вами, и что детей не хочет вам отдавать. Значит, суд для вас возможность обстоять свои права, а она свою негативную энергию, если вы действительно алименты платите исправно и вообще детей любите, она вам не дает их из своих собственных соображений, не имея реальных основ для этого. Она своим поведением реализует свою собственную негативную энергию, которая была спровоцирована как раз таки первым вариантом, а именно уходом, угасанием чувств. То есть, у вашей жены были какие-то чувства к вам, они ушли, эти чувства, и либо на их место пришли негативные, либо чувства, которые были к вам, приформировались во что-то негативное. Поэтому тоже нужно отмираться, конечно же. Но факт в том, что вам нужно перестать воспринимать себя как субъекта негативной энергии вашей супруги и понять, что она надговаривает не с вами, она борется тоже не с вами, а с собой. Она борется сама с собой. Потому что у нее есть какие-то свои внутренние конфликты и проблемы, которые она разрешит не в силах, а на вас она выращает свой негатив. Тем самым самоутверждается за ваш счет, конечно же, и тем самым создавая иллюзию того, что она решает некоторые свои моменты. Но для счета мы их, естественно, временно. Потому что проблема в ее глубине, и вы для нее лечите только временное облегчение ее постоянной. Вот примерно так вам можно рекомендовать двигаться. В этих направлениях вам можно и нужно рекомендовать двигаться. Вы знаете, что вы хотите определенно. Вы тут даже, в принципе, запрос оставили на конкретного специалиста. Я думаю, что вам нужно выбрать того эксперта, который вам понравится, профиль которого вызовет у вас доверие и начать работать с ним. Хочу особо отметить, что депрессия, если все-таки у вас диагноз, то депрессия лечится именно в комплексе. То есть сложно и практически невозможно сработать с депрессией, если это диагностированное заболевание, лечение которого вы не хотите проходить. Если же у вас нет диагноза, и вы сами себе назначили такой вот симптом, депрессия, то, скорее всего, речь идет не о депрессии как таковой, а о депрессивных состояниях. То есть такие временные эмоциональные состояния, когда человеку кажется, что все очень плохо и что нет никакого вообще просвета, нет никакой надежды. С этим можно работать и можно работать через онлайн-форму консультаций. И в этом, я думаю, согласится вам помочь наши эксперты. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok